Здравствуйте, мои зрители и подписчики. В этом видео поговорим о книге Славоя Жижика «Интерпассивность и мультикультурализм». Это Лакановская тетрадь. И здесь собраны вот в таком тоненьком томе, здесь около ста страниц, собраны две статьи Славоя. Это славянский философ, основатель люблянской школы психоанализа. И подзаголовки к интерпассивности – это как наслаждаться посредством другого, а к мультикультурализму – культурная логика многонационального капитализма. Мы начнем с первой статьи, которая вошла в эту книгу «Как наслаждаться посредством другого». Слово «наслаждение» имеет источник у Лакана. И он говорит о том, что это «джуэсанс». Лакан говорит о «джуэсанс» на французском языке. Но мы знаем, что в каждом языке коннотации слов, то есть как мы их используем, поля значений каждого слова отличаются от языка к языку. Мы об этом подробно обсуждали в видео, которые посвящены языку. Я оставлю на них ссылку в описании. И следует помнить, что когда мы читаем «наслаждение» на русском языке слова, оно немножко отличается по смыслу и по содержанию от лакановского «джуэсанс». Это важный, такое важное отступление. Но поскольку я не знаток французского, я не могу вам сейчас разложить вот эти все оттенки и разницы между этими двумя словами. Поэтому мы будем говорить «наслаждение», но подразумевая вот эту оговорку, которую я сейчас сделал. Собственно, эти две работы, они заслуживают подробного обсуждения, но мы не станем превращать отзыв в пересказ книги. В конце отзыва я приведу некоторые цитаты из мультикультурализма, поскольку эти цитаты хорошо отражают основные мысли работы. Интерпассивность, как я уже выше говорил, полное название «Как наслаждаться посредством другого» – концепция, придуманная в середине 90-х годов XX века Славоем Жижиком и одновременно с ним и независимо от него Робертом Пфалером для объяснения того, что некоторые произведения искусства, по-видимому, обеспечивают собственное восприятие. В отличие от интерактивных произведений, которые могут так сказать реализовать себя через участие посетителей, интерпассивные произведения, так сказать, самореализуются. Можно сказать, что они, так сказать, наслаждаются собой, или еще лучше мы наслаждаемся через них. Они наслаждаются, как настаивают Жижик и Пфалер от нашего имени. Это поднимает любопытный вопрос, как и почему мы можем или должны верить или наслаждаться через другого, или, другими словами, делегировать нашу собственную веру или наслаждение другим. Это вдохновляющая работа, заслуживающая дальнейшего расширения. И концепция интерпассивности нуждается в более систематическом, концептуальном исследовании и развитии. В своей работе над интерпассивностью и Жижик, ИП Файлер, рассматривают эту тему с двух разных точек зрения, которые могут или не могут последовательно совпадать. Первая точка зрения является более социологической, основанной на открытиях философии искусства. В основном это анекдоты, предлагающие примеры интерпассивного искусства или поведения, поднимающие вопросы, как лучше всего их объяснить и предлагающие возможные ответы. Вторая точка зрения структурная, вытекающая из философского и психоаналитического словаря Жижика, в свою очередь основанного на Гегеле и Лакане. Первая точка зрения связывает интерпассивность с конкретным произведением в конкретной среде, а именно с поведением посетителей инсталляций современного искусства. Многие такие инсталляции в настоящее время являются интерактивными. Уже недостаточно созерцать их или восхищаться ими, как далекий равнодушный зритель. Они требуют активного участия посетителя, чтобы быть актуализированными или реализованными. Этот вид искусства ставит и посетителя, и произведение искусства в зависимости от взаимного участия, чтобы образовать двойную систему, в которой произведения и зритель могут меняться. Тем самым не просто приглашая, но фактически навязывая обязательное участие. Концепция интерпассивности развивает эту логику взаимодействия еще на шаг вперед и искажает ее. Она утверждает, что некоторые произведения искусства и медиа, по-видимому, обеспечивают свое собственное восприятие, так сказать, от имени посетителей. В отличие от интерактивных аранжировок, в которых произведение искусства отдает часть своей реализации зрителю, интерпассивные аранжировки берут на себя роль, которую обычно играет зритель, или потребитель, а именно наслаждение или окончание произведения искусства. Жижик и Пфаляр предполагают, что объект или произведение искусства лишает меня моего пассивного удовольствия, то, что оно само может наслаждаться зрелищем. Восприятие как пассивность переносится с посетителя на произведение искусства, то есть произведение берет на себя роль посетителя, пусть и посетитель, активную роль зрителя. Мы чувствуем себя обязанными сказать, что хотели бы читать или смотреть, или даже предпочли бы читать или смотреть, вместо того, чтобы копировать или записывать на пленку, но мы также чувствуем, что обстоятельства мешают нам сделать это. Нам не хватает времени, возможностей, душевного спокойствия. Но вместо того, чтобы просто читать или не читать, смотреть или не смотреть, мы выбираем третий довольно уклончивый путь, мы временно откладываем или в некотором смысле, так сказать, снимаем наши предполагаемые планы. Действительно ли мы тем самым передаем на аутсорсинг удовольствие или пассивность? Зависит от того, как мы квалифицируем. Во-первых, поведение, которое мы отдаем на аутсорсинг, а во-вторых, наше эрзац-поведение. Оба могут быть отнесены как к активному, так и пассивному. Поговорим о причине, по которой примеры, приведенные Жижиком, кажутся неубедительными. Жижик обычно квалифицирует приводимые им примеры интерпассивности, как странные, необычные, своеобразные и тому подобное. Но последующие аргументы обычно приводят к заключению, что интерпассивность следует считать универсальным измерением человеческой субъективности. Это столь же маловероятно, сколь и неудовлетворительно. Как может какое-либо явление быть необычным и обычным одновременно? Или точнее, патологическим и универсальным одновременно? На этот вопрос есть готовый ответ – психоанализ в его лакановском воплощении, который учит нас, если взять только одну репрезентативную формулировку тому, что нет свободы вне травматического столкновения с непрозрачностью желания другого. Возьмем, к примеру, вопрос, почему мы должны отдавать пассивность на аутсорсинг, если она действительно доставляет нам удовольствие. В текстах Жижика мы можем найти или реконструировать три возможных ответа. Мы получаем удовольствие от внешнего источника удовольствия открыто, тайно или не получаем никакого удовольствия. Понятие интерпассивности выражает ли то, что наша субъективность каким-то образом фундаментально искажена? Не как вне временную неизменную ее черту, а как особый вид искажения присущего исторической культуре модерна? Жижик описывает наслаждение и веру как два из трех основных элементов лакановской субъективности. Вера касается символического порядка, а наслаждение относится к реальному в лакановском смысле. Таким образом, интерпассивность определяется как вера или наслаждение через другого. И вера и наслаждение как неотъемлемые характеристики субъективности возможны только благодаря вмешательству или наблюдению другого. Интерпассивность не только исторически, но и систематически связана с современностью. Эта систематическая связь заключена в понятии деятельности как главной характеристики современности. Только с появлением модерна и соответственно парадигмы активности как условия и императива социального функционирования мы можем поднять объяснение интерпассивности, данное Жижиком и Пфалером, как делегирование пассивности какому-либо другому актору или институту претендовать на то, чтобы быть еще более активным. Современность, как бы мы не определяли или обрисовывали ее, поражена активистской позицией. Современность излучает атмосферу деятельности, формирования, преобразования как материального мира, так и общественных потребностей и отношений. Подвергаясь давлению активности, субъекты теперь ощущают себя движимыми временем, находящимися в опасности потерять время. В современности можно сказать, что мы передаем пассивность на аутсорсинг, как утверждает Жижик, но в более поздние десятилетия, в эпоху позднего или постмодерна мы делегируем скорее деятельность. Перегруженные требованиями нашего все более интенсивно интерактивного образа жизни мы уступаем этому давлению, делегируя не пассивность, а активность, чтобы хотя бы частично и на время освободиться от нашего интерактивного времени. Дает ли это последовательное и проницательное, как с исторической, так и с социологической точки зрения расширения понятия интерпассивности? На этом предлагаю остановиться с интерпассивностью, иначе мы рискуем закопаться очень глубоко. Перейдем к мультикультурализму. Если приводить полное название, то культурная логика многонационального капитализма. Если совсем коротко, то высшая форма мультикультурализма, это когда разные культуры соглашаются, что они не заботятся друг о друге, что в некотором роде правда. И они соглашаются, что они не хотят искренне слушать истории друг друга, что в общем-то тоже правда. Но они соглашаются иметь рамки, набор законов или правил о том, как вести себя друг с другом. Таким образом, каждый может совершать транзакции друг с другом, но не должен притворяться, когда притворяется, что интересуются историями друг друга. У славоя Жижика есть три основные причины для отказа от мультикультурализма в том виде, в каком он в настоящее время представлен. И понимается в господствующих культурных исследованиях и демократической теории. Его неспособность подставить под сомнение глобальную капиталистическую экономику, его спекулятивное отождествление с иррациональным насилием и его отказ от политизации. Мультикультурализм принимает и зависит от деполитизации экономики. То, как функционирует экономика, принимается как простое понимание объективного положения вещей. Деполитизация экономики как безусловные основы общества, культуры и политики вытесняет радикальный политический конфликт в сферу культуры и субъективности. Проблема с этой сублимацией политического радикализма в культуру заключается в том, что она оставляет нетронутой марксистскую основу социокультурной борьбы, экономическую динамику глобального капитализма. Конец цитаты. Аргумент Жижика против мультикультурализма состоит в том, что он исключает политизацию. Современная эстетизация политики – это идеологическое отрицание реального источника антагонизма, поражающего современные либеральные демократии. Перенося негатив революционной борьбы в сублимированную сферу культуры и пытаясь продвигать дело радикальной политики. Она обречена на то, чтобы быть описанной как тоталитарная или террористическая. Преобродающий модус политики – это политика страха, защиты от потенциальной виктимизации или притеснений, страх перед эмигрантами, перед преступностью, перед самим чрезмерным государством, перед экологическими катастрофами, перед притеснениями. Такая политика опирается на устрашающее расплочение запуганных народов. Книга тонкая и основная, самая главная недоработка издательства в том, что они пожалели лишних страниц в этой книге. Они могли сделать каким образом? Во-первых, сделать полуторный интервал, двойной интервал в тексте, расширить поля, более широкими сделать, хотя бы по 4-5 сантиметров, сверху, снизу. Пусть бы текст занимал только центральное ядро страницы, но таким образом давая читателю возможность записать свои мысли на полях, сверху, между строчками. И пусть бы эта книга не была такой тонкой. Пусть бы она была 200 страниц, а не 100, как сейчас. Но это позволило бы более подробно проработать этот материал и написать те мысли, которые возникают у читателя, а также те мысли, которые он читал у других на подобные темы или которые всплывают во время чтения, чтобы потом еще раз через какое-то время взять и вернуться к этим заметкам, перечитать их и возможно увидеть что-то новое. Далее продолжение этого видео будет на пусти.ту для подписчиков. В продолжении видео я представлю вам цитаты из мультикультурализма, из этой статьи. Цитаты, которые зацепили меня. Зацепили, потому что я, возможно, не понял то, о чем пишет автор. И хочу подумать над этим еще раз. Цитаты, на которые упал мой взгляд. И он упал таким образом, что эти цитаты подсветились в тексте. Этот текст стал более ярким для меня. Но он стал ярким, возможно, потому что я не понял, о чем пишет автор. И поэтому я выписал эту цитату в отдельную тетрадку и собрал для вас этот цитатник. Если кому-то интересно, то вы можете перейти на бусти и послушать эти цитаты. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на youtube. Переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на бусти. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.